СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Награждение прошло во время визита в ЮГРУ делегации Российско-Сербского гуманитарного центра. Боя Ноджич – один из многих граждан иностранных государств, кто приезжает специально в этот пункт отбора заключить контракт. Это логично, ведь ЮГРА предлагает одни из лучших в стране условий службы. Это самые высокие выплаты – 745 тысяч рублей сразу при заключении контракта, а также обеспечение снаряжением при отправке и в зоне СВО. Обширный спектр льгот и мер поддержки всей семье, индивидуальное сопровождение контрактника и его родных, медицинское обслуживание и реабилитация. Пусть невластны будут годы, но сердцами золотыми. От детей, страны, народа вам огромное спасибо. Николаю Павловичу Мельникову в следующем году исполнится 100 лет. Два года еще подростком жил в Донбассе под фашистской оккупацией, а после освобождения родного края отправился на фронт бить врага. После победы вернулся в Макиевку, где всю жизнь проработал на местных предприятиях бухгалтером и экономистом. Николай Павлович, разрешите нам вас поздравить от правительства Хатамусейского автодомного округа. Вам Наталья Владимировна, губернатор, передала личное письмо с пожеланиями и с поздравлениями. Представители Югры уже третий год дарят ветеранам Великой Отечественной подшефной Макиевке главному празднику ценные подарки – газовые плиты, телевизоры, пылесосы, мягкую мебель. Люди очень благодарны, очень рады, что их не забывают. Мы благодарны тем подаркам, которые сегодня округ дарит им в преддверии праздника, Дня Победы. Поэтому реакция и эмоции самые счастливые. В течение года мы ездим, смотрим за ветеранами, чем им можно помочь, как помочь не только в плане какого-то подарка, но и где-то какой-то помощи, оказать содействие, где-то что-то подвезти, привезти, унести, подколотить и так далее. День Победы в Донбассе прошел без массовых гуляний и торжеств. Понятно, что безопасность прежде всего. Но тысячи жителей все равно пришли 9 мая к Вечному огню, чтобы поблагодарить тех, кто подарил нам мир. Много моих родственников погибли. Дедушка мой погиб. И два бабушкиных брата родных. И нашей семье это... большой праздник. Этот день мы приближали как могли. Донбасс в годы Великой Отечественной войны познал все ее тяготы. Только по официальным данным здесь погибли 220 тысяч мирных жителей. Однако Донбасс никогда не был покорен фашистами. И вот и сейчас этот праздник со слезами на глазах отмечают по всей России, в том числе и здесь, в Донецкой Макеевке. К макеевчанам на возложении цветов присоединились и югорчане. Те, кто находятся здесь в рабочих командировках. Строители, энергетики, коммунальщики. Каждый день они делают все, как и солдаты на передовой, чтобы Макеевка вернулась скорее к мирной жизни. В Сургуте начавшийся ледоход повредил набережную. От глыб пострадало чугунное ограждение. Чтобы избежать происшествий, на берегу Аби в черте города усилили меры безопасности. В частности, сотрудники МЧС и полиции проводят дополнительное патрулирование. А выходы к воде перекрыли сигнальными лентами. Горожан, которые приехали в Ричпорт наблюдать за ледоходом, просят не подходить близко к реке и не толкать глыбы. Уровень воды в Аби в районе Сургута в воскресенье был чуть более 5 метров. По сравнению с субботой за сутки прибавил 24 сантиметра. В прошлом году, 12 мая, уровень составлял 473 сантиметра. До критических отметок еще далеко. В последний раз в Сургуте подтопило около двух десятков строений на берегу Аби в 2015 году. Тогда уровень воды в реке был больше 8 метров. Югорский тхэквондист Максим Хромцов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы. Континентальный турнир накануне завершился в сербском Белграде. В турнире приняли участие спортсмены из 21 страны. Отмечу, что атлеты из России и Белоруссии выступали в нейтральном статусе. Олимпийский чемпион из Нижневартовска добился успеха в весовой категории 80 килограммов. В полуфинале Максим Хромцов встретился со спортсменом из Украины. Первый раунд остался за Югорчанином, а вот второй и третий завершились в пользу Константина Костеневича. В итоге Максим Хромцов проиграл и разделил бронзовую медаль с Меджадом Хусичем из Боснии и Горцеговини. Напомним, что Максим Хромцов может выступить на Олимпийских играх, которые летом пройдут в Париже. В Югре определили победителей военно-патриотической игры школьников Зорница 2.0. Напомню, соревнования проходили в Пытьяхе. В средней и возрастной категории участвовали 13 команд из Когалы, Малангипаса, Нягани, Пытьяха и ряда других муниципалитетов. Победители – Медведи из Нефтьюганского района. В старшей и возрастной были представлены 20 команд из разных территорий. Лидером стала «Дельта-5» из Пытьяха. Добавлю, что во время игры участники обучались навыкам начальной военной подготовки и поведению в экстремальных ситуациях. Проходили состязания операторов-беспилотников, занятия по кибербезопасности, оборудованию и маскировке позиций, оказанию первой помощи и тактической медицине. Школьники учились военной журналистике, огневой подготовке, штурму и тактике боя. Основам выживания в экстремальных условиях. А также проходили военизированную полосу препятствий. Отмечу, что одна из целей «Зарницы» – укрепление патриотического сознания у детей и молодежи и повышение интереса к истории Отечества и Вооруженных сил России. Победители регионального этапа «Зарницы» в июне отправятся на Уральский полуфинал. В музее боевой славы библиотеки Нижневартовска появились новые экспонаты. Накануне Дня Победы экспозиция пополнилась письмами первой половины 40-х годов. Уникальные экспонаты принесла жительница Нижневартовска. Теперь память об авторах писем и их судьбах будет храниться в музее. Также в библиотеке есть стенд, посвященный ветерану Ивану Синько. Долгие годы он жил в Нижневартовске. В экспозиции представлены ордена Отечественной войны, орденские планки и другие личные вещи, принадлежавшие фронтовику. Югорчан приглашают участвовать в 11-м всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия». Он уже много лет привлекает активную молодежь к решению социально-экономических проблем. Возраст участников от 14 до 35 лет. Для тех, кто постарше, есть специальные номинации «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья. Преемственность. Ценности и смыслы». Предложить инициативу по развитию своего города можно с 16 мая по 30 сентября на официальном сайте проекта. Отмечу, что участие в конкурсе дает возможность не только рассказать о своем проекте на федеральном уровне и внести вклад в развитие региона, но и пройти стажировку в организациях-партнерах. Югорская компания повысит эффективность. «Импорт-лифт» стал участником национального проекта «Производительность труда». Предприятие планирует устранить возможные потери, обучить персонал инструментам пережливого производства и оптимизировать бизнес-процессы. Эксперты регионального центра компетенций проведут совещание с представителями организации, расскажут об основных задачах нацпроекта и обсудят его реализацию. Итогом совместной работы станет увеличение выпуска продукции, а также повышение позиций на российском рынке. «Импорт-лифт» Лидирует Сургут вместе с Сургутским районом. Здесь с начала реализации региональной программы обезопасили от ВПЧ 7 тысяч мальчиков и девочек. На втором месте с показателями чуть больше 2,5 тысяч – Нижневартовский и Нижневартовский район. Замыкая тройку – Нефтьюганский и Нефтьюганский район, где привиты порядка 2 тысяч подростков. Таким образом, округ вошел в число передовых регионов по вакцинации. Певческие таланты со всей Югры собрались в Хантамансийске. Сегодня в Югроклассик открывается Академия Любови Казарновской. В течение 7 дней 20 вокалистов пройдут мастер-классы по академическому вокалу. Наставником будет непосредственно сама Любовь Казарновская – советская и российская оперная певица, актриса театра и кино. Ее вокальная школа берет начало от старых итальянских мастеров, а именно Умберто Мазетти. Любовь Казарновская чутко распознает природу голоса, корректируя ее, направляя, работая с дыханием и даже произношением, если этого требуется для исполнения зарубежных арий. Артистка поделится бесценным опытом и техниками во время мастер-классов. С каждым учеником оперная дива будет заниматься индивидуально. Добавлю, в интенсиве могут принять участие как начинающие вокалисты, так и профессиональные исполнители. Завершением проекта станет гала-концерт. На этой неделе югорчанам будет не до сна. Жители округа приглашают уже на традиционную акцию «Ночь в музее». Например, 18 мая в Хантамантийске Государственный художественный музей Югры ждет посетителей. Все активности будут связаны с Годом семьи. Площадки акции откроют в главном здании музея и во всех его филиалах. Например, галерея мастерская художника Райшева станет местом встречи поколений. Посетители будут ждать фотозоны, интерактивные площадки, игры, экскурсии, мастер-классы и творческие встречи с поэтами. Не менее насыщенная программа будет в Доме музея народного художника Игышева. Для полуночников будут проводиться обзорные экскурсии, а самые активные получат призы. Подробно познакомиться с программами культурных учреждений можно на их официальных сайтах и страницах в соцсетях.